В истории христианства крещение Иисуса описано в четырех разных источниках. Трестилетний Иисус отправился к Иоанну, который пророчествовал явление Спасителя. Христос изъявил желание принять крещение из рук Иоанна. Тот, зная о том, кто перед ним, усомнился, что достоин совершить обряд. Но Иисус ответил, что это должно произойти. Евангелисты свидетельствуют, что после проведения обряда в водах Иордана небеса разверзлись. Из них снизошел дух в виде голубя. Раздался глаз с небес, который назвал Иисуса своим возлюбленным и благословенным сыном. Именно после совершения обряда Христос отправился в пустыню, где 40 дней провел в посте, молитвах и борьбе с соблазнами. В переводе с греческого языка крещение – это погружение в воду. Вода в библейских источниках наделена особой животворной силой. Как она может очистить тело, так и душа может быть очищена при проведении религиозных обрядов. Само крещение Господня в церковных источниках имеет множество названий. Теофания – богоявление, эпифания – явление, светы, святые светы. С богоявлением и освящением воды связано множество поверий и примет. По народным поверьям на крещение вся нечисть, которая наводняет землю, во время святок уходит в воду. После освящения водоема в нем 12 дней нельзя стирать белье. Всем известно понятие «крещенские морозы». Считается, что в течение 10 дней после Теофания устанавливаются самые лютые морозы. Если над прорубленной в водоеме прорубью поднимается туман, то год будет хлебным. Ясная погода обещает засушливое лето, а пасмурный свежий день обернется богатым урожаем. Хороший урожай обещает и обильный снегопад. Крещение в христианстве – один из важных праздников. Связанный с личностью Иисуса Христа. В этот день вода, которая позволяет провести обряд принятия христианства, наделяется особой божественной силой. Крещенская вода хранится весь год, защищая дом и домочадцев от болезней и зла.